Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Приветствую всех наших подписчиков, всех любителей овец кесарской породы и аборигенных среднезиатских овчарок. В Таджикистане их называют саги тахмарда, саги тучики или саги чупонии. И вот здесь мы видим одну из представительниц этой породы собак. Это сука, которая давно уже охраняет Атару Ходжи Наима. Это самый старший сын Ходжи Мирзукарима, покойного ныне. Она, кстати, уже бесплодная давно, но верно служит. Мы ее встречали и на пастбище Кутанкуль. Она была верной соратницей Аллы, которой тоже было ему 13 лет и погиб уже в этом году. Это вот Мансур нас сопровождает. Здесь мы находимся в местечке рядом с этим отдыхом Шогамбары, недалеко от селения Сурдион, где и проживал ныне покойный уже Ходжи Мирзукарим Мирзурахимов, один из тех людей, который внес огромный вклад в развитие кесарской породы в Таджикистане. И мы видим Атару Ходжи Наима на отдыхе. Здесь это промежуточное пастбище, куда овец согнали с гор. Здесь они отдыхают после очень долгого изнурительного пути по горам. Но мы видим, что овцы в очень отличном состоянии, потому что они набрали на летних пастбищах очень хорошо. Все упитанные овцы матки. Смотрите, какие правильные все. Это называется элита, потому что из этих Атар происходят многие овцы, которые есть сегодня и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстан привозят, приезжают постоянно, забирают отсюда. Вообще из Кыргызстана каждый год приезжают в Таджикистан и забирают тысячами овец, потому что говорят, что для того, чтобы продолжать держать свою кровь в нормальном состоянии и гибридов своих, им необходима свежая, как говорится, кровь гесарских овец. Без этого никаких метисов у них не будет. А здесь мы видим состояние, и специалисты могут оценить овец Ходжи Наима. Мы уже показывали до этого в репортажах овец Ходжи Исмуила, сына Ходжи Наима Бузурга. А теперь смотрим на великолепных овец. Здесь видим и догарчиков, это барашки этого года. Видим и ярочек этого года, видим овцематок. Все здесь в наличии. Есть большие кучкары. Кучкар – это бараны производители. Смотрите, какая овцематка идет, великолепная, просто загляденье. Уже, как говорится, произошел отбор. А вот это баранчик этого года, смотрите, такой замечательный. И вон там дальше идет ярочка этого года. И вот еще одна. Качественные овцы, конечно же. Ну, и застали их пасущимися. Вот это такой перелесок. Здесь смешно боярка вместе с другими деревьями. Вот еще один идет. Это щищак, молодой совсем. А нет, это баранчики. Вот баранчики. Это два баранчика. Вот овцематка, перьярка. Ну, опять-таки, снимали мы в это в пасмурный день, потому что на следующий, то есть этим вечером пролился дождь. Ну, и это как раз благодать для этих мест, потому что вот когда проливается дождь, начинается повторная вегетация, травка снова появляется. Ну, а сейчас этих овец всех перевели в местечко Ноджи и Боло. Там среди садов, после того, как убрали урожай из винограда, из яблок, среди деревьев очень много травы хорошей. Ну, еще вы это увидите в репортаже из Атар и Абдурахмона, и Ахладдина. Вы увидите этих овец, мы покажем. Ну, потому что, ну, материала много, снимаем постоянно, и поэтому, конечно же, будет много чего интересного. Мы еще планируем вот съездить и в Гарм, если получится, конечно, с Абдурахмоном. Времени у него сейчас мало, потому что все время нужно находиться рядом с овцами. Здесь нужно обустроить ему водопой, чтобы не гонять. Вот кучкар как раз вот большой, чешется у дерева. Кучкары уже все, как говорится, свою работу выполнили, и сейчас только происходит, они контрольные делают. Если чувствуют, что овца не оплодотворена, и она в охоте, тогда они ее, как говорится, оплодотворяют. Здесь у нас нет искусственного оплодотворения, все идет естественным путем, и мы специально постарались поснимать. Вот, смотрите, как идет овца. Это пиреярка. То есть вот она в этом году как раз принесет пире потомство. Либо в феврале, в марте, с следующего года, конечно же. Ну, здесь вот ходить было несложно, в принципе, но просто пыли очень много, поэтому и снимать было трудно, потому что как только пройдутся овцы, поднимаются, сразу поднимается и пыль. Вот, тем не менее, вроде бы неплохие кадры получились, и поэтому можно видеть состояние овец. Они прекрасно в состоянии, но говорят, что после того, как они вот в садах, как говорится, отпасутся, еще лучше будут выглядеть. Ну, и посмотрите, вот пучкара как раз видим. И здесь же стоят ярочки, пиреярки. Здесь есть старые овцы-матки тоже. Ну, старых овцы-маток еще, вот, они допродадут, как говорится, уже все. Они уже дальше в Шагритус не пойдут, и их, как говорится, отдадут другим людям, которые их откормят, и потом уже дальше их судьба разная. Есть люди, которые берут, а начинают вот новые тары, они берут старых овцы-маток, которые еще могут принести один раз потомство. У старых овцы-маток хорошие ягнята получаются, но, говорится, уже их получат, и все, на этом заканчивается их карьера. А вот здесь мы видим еще раз, прогоняет для нас мансуру специально овец, и каждый может посмотреть, тем более, что специалистов много среди наших людей. И вот этот кучкар, это чури, по-моему. Чури, то есть он старше трех лет уже, старше двух с половиной лет, а здесь вот овцы-матки такие большие. И вот маленький ягненок, это, видимо, родился. Ну, вот это вот кучкар взрослый уже. Ну, кучкары, как говорится, отработали на славу. Ну, вот он сзади, еще впереди немножко идет, это был шищак, то есть до двух лет. Ну, и, конечно же, козы, знаменитые козы семейства Мейзор Ахимовых. Очень любят у нас в Ажикстане именно таких коз, вот, белоухих, так называемых. Качественные козы. Как раз мы поехали к Ахладину и поели там вот козочку молодую. Тоже столько в ней было жира. Просто удивительно. Мясо было очень вкусное. Ну, нежнейшее, потому что все-таки пришли с гор овцы. А вот в Атаре Абдурахмона мы как раз зарезали молодую ярочку. И тоже мясо было на удивление. Очень вкусное, вкуснейшее просто. Невероятно. Желаем вам всем попробовать мясо на гисарской овцы, которое вернулось с Падбищ. Не передаваемое, конечно, по ощущениям, вкусовым. Так что, это лучше попробовать. Ну, здесь вот мы снимаем сверху. Вы можете увидеть, какие гисарские овцы должны быть широкие. Они должны быть со всех сторон ровные, в смысле. И перед, и зад должен быть ширина одинаковая. Вот. И поэтому, если большой курдюк и зауженный, как говорится, впереди зауженный, то это уже тоже не очень хорошо. И наоборот, тоже нехорошо. Поэтому вот она должна быть, гисарская овца должна быть ровная абсолютно, не висячий курдюк. Бывает приспущенный курдюк, конечно, по стандарту. Вот. Опять-таки, возвращаясь, там нас многие спрашивают, какой должен быть рост у овцы. Овца, то есть вот гисарская овца по породе, самец 85 сантиметров и выше, это уже элита считается. Овцы матки 80 сантиметров, это уже элита. Вот. И погоня за ростом, это, конечно же, неправильно, потому что гисарская овца должна быть сложена пропорционально. И за счет вот этого широкого объема груди, широкого межлопаточного пространства и за счет хороших ног, как раз добиваются вот этих результатов большого веса. Вот. Высокие на ногах овцы и узкие, как правило, выход мяса не такой большой. На пастбищах вот набирают. Вот, смотрите, вот здесь мы все это видим. Упитанные овцы, они за счет того, что все время находятся на подножном корме, поэтому выход мяса, цена, качество и, как говорится, выход мяса, все это пропорционально отвечает потребностям овцеводов. Если же, как говорится, поставить эту овцу на прокорм, то получается, что один кучкар может съесть больше, как говорится, пищи, чем он на самом деле стоит. Поэтому, конечно же, на подножном корме и на пастбищном содержании овца наиболее, как говорится, продуктивна в разрезе цена, качество и доход. Вот мы видим здесь кучкаром. Видите, он уже исхудал, потому что, ну, конечно же, здесь порядка 800 овцематок, и кучкаром есть, как говорится, приложить куда свои, как говорится, силы. И силы расходуются очень быстро, то есть очень сильно, потому что, ну, вот опять-таки, представьте себе, что покрыть надо 800 овцематок, а их здесь где-то кучкаров штук 50. Это у взрослых, там, больших еще меньше, того меньше здесь, наверное, 25. Так что есть на что тратить свою энергию. Ну, и вот и молодые козлики тоже пробуют свои, как говорится, рога. Здесь многие, как говорится, козы, они оскопленные, потому что у нас кушают только серка. Серка – это вот оскопленная козочка, потому что така он воняет немножко. Вот, смотрите, вон идут еще кучкары среди овцематок. Выделяются они, конечно, своими размерами, мощные. Вон бежит, еще один там ищет. Постарались мы среди этих деревьев, и вот среди этой дымка все-таки была перед дождем, поснимать. Ну, такое великолепное качество. Мы это все наблюдаем, видим. Как говорится, скрывать здесь нечего. Вот, и еще тоже нам звонят постоянно. И сейчас мы тоже репортаж записывали, когда идут звонки. Мы еще раз говорим, что никаких цен мы не знаем, ни о каких ценах, мы не договариваемся. Мы никогда не занимались продажей и посредничеством. А вот здесь вот эти великолепные собаки из Атары Муджинаима. Это вот молодая поросль, которая атакует нас даже при Мансуре. Я Мансуру говорю, держи их, потому что собаки – это дело серьезное такое. И они работяги, конечно же, готовы всегда напасть на чужака. Ну, а здесь вот готовятся к отходу все дружно. Складываются тюки, переметные суммы. А также вот мы видим вот эту вот чашку. Здесь готовится как раз еда для собак. Это тесто такое. Конечно, мы видим Ахидина и Аюба. Желаем вам всем барраката, удачи, успехов. В следующих репортажах дальше расскажешь.